Добрый вечер. Сегодня гость в нашей студии, начальник отдела камеральных проверок номер 3 межрайона ФНС России номер 8 по Саратовской области, Татаринова Ирина Валерьевна. И основной темой нашего интервью станет имущественный налог, сроки и порядок его уплаты. Ирина Валерьевна, добрый вечер. Здравствуйте. Ирина Валерьевна, что такое имущественные налоги и кто является плательщиком такого вида налога? Имущественные налоги это налог на имущество, недвижимость, земельный налог, а также налог на транспортные средства, транспортный налог. Плательщиками данного налога являются граждане-физические лица, которые имеют в собственности объекты недвижимости, квартиры, жилые дома, а также земельные участки и транспортные средства. А каковы сроки уплаты имущественного налога за 2013 год? По городу Саратову за 2013 год срок уплаты имущественных налогов, это налог по транспорту, земельного, а также имущественного налога установлен не позднее 5 ноября 2014 года. А что делать, если в уведомлении была найдена ошибка? Если в уведомлении была найдена ошибка, то необходимо заполнить форму заявления, которая прилагается к данному уведомлению. Если в уведомлении был указан неверный адрес или перечень имущества, то необходимо заполнить дополнительную информацию в разделе данного заявления. Данное заявление можно направить по почте, а также посредством интернет-сайта на ФНС России. А суммируются ли налоги за все имущества в целом или налог на каждый вид имущества начисляется и оплачивается отдельно? Зачисление в бюджет суммы каждого из имущественных налогов происходит по различным кодам бюджетной классификации. Поэтому уплата различных налогов должна производиться отдельно. Единственное, что если, допустим, налогоплательщикам на два земельных участка, несколько квартир, находящихся в администрированной одного налогового органа, то данные суммы суммируются и выписывается одно платежное извещение. А какие изменения ждут налогоплательщиков, физических лиц? Изменения ждут. С 1 января 2013 года у нас повысились ставки по транспортному налогу. А также изменился порядок представления льготы по транспортному налогу многодетным семьям. Теперь с 1 января 2013 года льгота представляется одному из родителей-усыновителей многодетной семьи, на которого оформлено данное удостоверение многодетной семьи. А можно ли получить налоговые уведомления через интернет? В Федеральной налоговой службе России разработан и функционирует такой интернет-сервис, как личный кабинет налогоплательщика. В данном кабинете можно увидеть объекты имущества, распечатать налоговые уведомления, распечатать платежные документы, также написать обращение в любую инспекцию. Подключиться к данному сервису можно путем представления заявлений непосредственно с сайтов НС России, а также заполнения заявления вручную. Для подключения к данному сервису необходимо иметь пароль и логин, которые можно получить в любом близлежащем налоговом органе, который находится близко непосредственно к налогоплательщикам. Наша инспекция осуществляет подключение к данному сервису по адресу город Саратов, улица Березова, 7А. И также можно прийти в день открытых дверей 25 октября 2014 года. Мы приглашаем всех налогоплательщиков с 9 до 8 часов вечера к нам по адресу улица Березова, 7А. Будем ждать. Мы сможем распечатать все платежные документы, которые налогоплательщики не получили до сих пор, а также подключить к сервису личный кабинет. Вот каковы должны быть действия налогоплательщика, не получившего уведомления на уплату налога? В связи с тем, что массовая рассылка налоговых уведомлений уже закончена, и все налогоплательщики должны были уже получить налоговое уведомление. Если не получили, то стоит обратиться в налоговый орган для того, чтобы повторно получить уже платежные документы для уплаты налогов. А также можно посредством личного кабинета налогоплательщика. А каков порядок предоставления физическим лицам льгот по имущественным налогам? В связи с тем, что льгота у нас носит заявительный характер, и налогоплательщик самостоятельно может заявлять, либо отменять льготу, также приостанавливать на несколько налоговых периодов, то налогоплательщикам, которые подпадают под льготную категорию граждан, необходимо принести в налоговую инспекцию пакет документов, копии документов, подтверждающие право на предоставление льготу. Если льгота возникла в течение налогового периода, то налог будет пересчитан с момента вступления в льготу. А должен ли уплачивать налоги несовершеннолетний ребенок, являющийся собственником квартиры, или какой-то ее доли? Законодательством о налогах и сборах не предусмотрена градация физических лиц по возрасту, имущественному благосостоянию. Поэтому несовершеннолетние дети уплачивают налоги через своих законных представителей. Законными представителями являются родители, усыновители, опекуны и попечители. А правомерно ли начисление транспортного налога на транспортное средство, которое было продано, но не снято с регистрационного учета? Это как бы наиболее часто задаваемый вопрос в связи с тем, что люди продают транспортное средство по доверенности. Если налогоплательщик продал транспортное средство по доверенности, то он является собственником данного транспортного средства, пока не будет осуществлено снятие через регистрирующие органы ГИБДД. Ирина Валерьевна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. А я напоминаю, гость студии у нас был начальник отдела камеральных проверок номер 3 Межрайонной ФНС России номер 8 по Саратовской области Татаринова Ирина Валерьевна. Всего вам доброго.